Ведьмачи, или же ведьмаки, таинственная и закрытая каста воинов-монахов. Людская молва наделяла их магической силой и невиданными способностями. Говорили, будто сражаются они со злыми духами, чудищами всякого рода и темными силами. Возможно также, что ведьмаки обладали звериным зрением, ибо видели они почти в полной темноте и могли уцелеть в битвах с бестиями ночными и подземными, такими как кобальт, вампир или гуль. Серебряный меч служил им для убиения чудовищ натуры магической, упырей, проклятых душ, стрык и многих иных. Меч же стальной, из небесной стали кованой, направляли они противу твари обыкновенных. Так же и супротив людей, что ведьмакам обещанной платы не давали. В битве впадали ведьмаки враж, вызываемый, как видно, самовнушением или же дурманом. Так сражались они, исполненные слепой ярости, и были нечувствительны к боли и даже к тяжким ранам. Это лишь укрепляло слухи об их магической силе. Как известно, в народе ведьмаки почитались злодеями, что одним только взглядом могут навлечь поршину простой лют. Будучи же частыми героями сказок и преданий, прочно вошли они в фольклор северных королевств. В особенности один из них — Геральт из Ривии, Белый Волк. И вот одна из легенд о нём. Всем добрейшего времени суток. С вами Гараныч, и уже по сложившейся традиции, при отсутствии новой информации об игре The Witcher 3 Wild Hunt, мы с вами пофантазируем на тему тех персонажей, которые, дай бог, нам встретятся в третьей игре. Может, и не встретятся. Сразу предупреждаю, это не достоверная информация, это просто поток сознания автора. Благодаря ролику мы с вами знаем, что в игре будет присутствовать старший из ведьмаков Ордена Волка Весемир. Так, ну, Барт Песенник-Лютик, наверняка мы его встретим, обладает такой способностью постоянно попадать. То есть у него кличка, наверное, попадала, скорее всего, в детстве была. Ну, и сейчас немного изменилось. Скорее всего, впадет в очередной блудняк, из которого Геральту придется его вытаскивать. Где мы его сможем встретить? Вот это уже я не знаю где. Вполне возможно, что он будет обитаться на островах Скельги, но, скорее всего, где-то в окрестностях Новиграда или в самом Новиграде. И вполне возможно, что с веревкой на шее, как и во второй части. Ну, так вот, мы с Геральтом направились в Верген, где мой любимый друг сразу же вляпался во все возможные неприятности. Поцелуй-ка меня. Ты моя сладкая. А поскольку, как известно, настоящих друзей в беде не бросают, пришлось его выручать. А теперь вот здесь. Нет, не здесь. А, хорошо. Ах, мы пережили столько приключений. Даже возглавляли суд над принцем Стеннисом. Правда? Ну, потом Геральт пробирался сквозь призрачную мглу. А ты? У меня было другое задание, тоже ответственное. Впрочем, не буду рассказывать все, я хотел сложить об этом поэму. Теперь поцелуй меня здесь. Только сильно, жестче. Вот так. Следующий персонаж это Золтан Хивай, краснолюд. В окончании второй игры от Лютика мы узнаем, что он уехал в Махакам для того, чтобы жениться. Ну, не знаю, выгорело у него это или нет, но в третьей части мы его, скорее всего, увидим в рядах ополчения краснолюдов. И, скорее всего, где-то там, где обретаются Саския. То есть ополчение краснолюдов, которые приходят на помощь Северным Королевствам. Ну, как-то так. Опять же, это только мои мысли. И хотелось бы его увидеть, потому что во второй игре я рожал в полный голос, когда он там отмачивал шуточки. Так, следующий персонаж это Саския, предводительница народного восстания. Ну, вот, кто за Юра-то не играл, тот наверняка раскроет широко глаза. Дело в том, что она не обычный человек, она драконница. Сайс Эн Тесис. Да, и она драконница, она дочка... Ну, кто книгу не читал, не смотрел сериал, вот просто обломитесь. Дело в том, что она дочка Золотого Дракона. Его звали Борх при Галке. Он в мире людей как бы ходил. Как и ходил. Ну, да, ходил. Как рыцарь, но его защищали две воительницы из Зерикании. Обалденные девки. А, да, еще раз могу сказать то, что посмотрите хотя бы сериал. Ну, все книги-то читать не надо, но хотя бы посмотрите. Вот там все это раскрывается. В итоге, если мы с вами, или вы с нами, выбрали путь Юрвита, и победили, забедили, блин, теминских уродов, ну, это будет круто. Хотя, с другой стороны, ну, я не знаю, в общем, половина страны осталась за принцем Пен... Бле. Прошу прощения. Хотел свиснуть. За принцем с Теннисом. А половина страны как раз осталась под предварительством Сайс-Сентесис, Саски. И на самом-то деле, войску Нильфгарда будет очень неуютно, когда они попытаются напасть на войска Сайс-Сентесис. Ну, просто получат, блин, понаглый режим морде. Террористы, убийцы, эскадроны смерти. Или обреченные на неравную схватку борцы за свободу. Тут как посмотреть. Я помог Йорлету. Поверил ему. Я присоединился к Сайске и встал на сторону бунтовщиков, на сторону новых идеалов. Время покажет, кто был прав. Одно я знаю точно. Эльфы лучшие лучники из тех, кого носит земля. Так, следующий у нас персонаж это Йорлет, как вы сами понимаете. Так, небольшой эксус в историю. Йорлет, последний оставшийся в живых из командиров дивизии Врихет. Врихет по эльфийской мести. Во время Нильфгардского нашествия. Не того, который у нас в конце второй игры, а другого. Леонидовичное правительство вдали на долг блата, на долг цветов. Там их королева, не помню, как ее зовут, организовала как раз эту пятую колонну, дивизию эльфийскую, которая помогала Нильфгардцам. Ну, сами понимаете, чем она нам помогала. По условиям центрийского мира, это когда заключался мирный договор, после того, как они эльфгардцам всыпали по первое число, все командиры дивизии должны были быть отданы Нордлингом. 53 из них были выданы, коих спокойно мертвели в ущелье Гидры, а вот 54-й Йорвид как раз и остался. Где мы его встретим? Ну, естественно, кто проходил вторую игру, мы его встретим рядом с Саскией, потому что он в нее влюблен по самое лучшее. Ну, неоднозначный персонаж, с учетом того, что он воевал против северных королевств и как бы занимался бандитизмом, во второй части помогал Лето устранять королей севера, но Нильфгарцев он любит не больше, чем остальные ребята с севера, потому что те его просто-напросто предали и сдали с потрохами. Так что в третьей части ждем Йорвито. Так, следующий персонаж, конечно же, Трис Меригульд, волшебница ложи. Ну, как без нее? Она и в первой, и в второй игре была. Ну, какое она отношение имеет к Геральту? Ну, она его просто тупо любит и постоянно пытается ему помочь вспомнить все. Чуть дальше расскажу, почему Геральт вообще потерял свою память. Там все очень сильно запутано. По большому счету, насколько я помню, в книгах она не была таким уж, чтобы очень главным персонажем. Главным персонажем там была возлюбленная Геральта Йеннифер. Ну, вот в играх как-то так сделали, что его постоянной любовницей была Трис Меригульд. Мы ее наверняка увидим в третьей части. Это здорово. Ривия. Город. Население 1200 жителей. Среди них 253 нелюди. 25 сентября 1268 вспыхнул погром. Началась резня. Убивали эльфов и краснолюдов. Только один человек встал против разъяренной толпы. В ходе беспорядков погибло 76 нелюдей, в том числе ведьма Геральт из Ривии. Его ударил вилами в грудь человек, о котором известно только то, что его звали Роб, и он задолжал три кроны в местной корчме. Йеннифер из Венгерберга умерла, спасая ведьмака. Тела ведьмака Геральта и чародейки Йеннифер забрала таинственная девушка с пепельными волосами. Место их погребения неизвестно. Я помню. Ривия. Так, волшебница Йеннифер по книгам Большая любовь Геральта. Отношения правда у них такие достаточно странные, но не то, чтобы как кошка с собакой, но иногда это выглядело именно так. Вот из книг пока Йеннифер не стала могущественной волшебницей и не изменила свой внешний вид, она была грабуней, так что психологический момент уже присутствует. Достаточно властная, жесткая, но вот Геральта она любит. Как вы сами видели в ролике, защищая нелюдей от погрома, Геральта получил практически смертельные ранения и Йеннифер отдала фактически всю свою жизненную силу, чтобы только он не умер. Умирающих Геральта и Йеннифер забрала Цири, она же дитя предназначения Геральта, забрала она их в параллельный мир Авалон и поселила на острове Яблонь. А вот что случилось потом, смотрим следующий ролик и оттуда мы как раз потом узнаем, почему Геральт и Йеннифер потеряли память. Йеннифер сказала, что Цири ушла. Она живет сейчас в другом мире, там она счастлива. Уходя, она подарила нам остров Яблонь, наш остров. Время остановилось. Говорят, что всадники дикой охоты бессмертны. Они несутся по небу, сжимая мечи в костлявых ладонях. Они уводят смертных, пополняя Кавалькаду новыми всадниками. Они сожгли дом и сад, растоптали наш остров сапогами. Они забрали Йеннифер. Я должен был найти ее. Вернуться в реальность. Вернуться на путь Ведьмака. 13 сентября 69 года ущелье Гитры. По условиям центрийского мира здесь были казнены 53 офицера бригады в Рихет. Им перерезали горло. Тела эльфов сбросили в пропасть. Не знаю, зачем сюда пришли всадники охоты. 23 ноября 69 года. Цинтра. Деревня Холодный Ключ. Следующая жертва дикой охоты. Мальчик 11 лет. Его родители утратили надежду. Я устал. 24 февраля 70 года. Перевал в горах Армуш. Императорская Монтикора. Одно из самых опасных чудищ мира. Раньше я был бы счастлив в такой встрече. Теперь тварь была лишь преградой на моем пути. Но ее мясо и горячая кровь помогли мне выжить. 30 мая 70-го года. Яруга. Охота стремится на юг. Всадники похитили уже 23 человека. Всем от 10 до 20 лет. Всем, кроме Йеннифер. В ходе своих поисков дикой охоты Геральд встречает Лето, которого спасает от тяжелой раны, полученной от Асклиска. И Лето в главе своей банды предлагает Геральду свою помощь. Дело в том, что так как Лето его напарники, они видмаки из Ордена Змеи, а Орден Змеи оказывается очень долго и скрупулезно изучал дикую охоту и, соответственно, Лето пообещал, что он знает, где их найти. Сколько там народ-то было? В общем, считайте, Геральд, Лето и три Ведьмака. Почему три, а не два и третьего Ведьмака Геральд зарубил в конце первой игры, если вы помните. В конце концов, они нашли дикую охоту. Мединвайрни, ночь магии. Лето не солгал, охота остановилась. Под деревом висельников призраки отбирали лучших из похищенных. Там была Йеннифер. Призрака можно изгнать, но не убить. Это знает каждый. Только всадники падали под ударами ведьмачьих клинков. Из-под панциря лилась красная кровь. Мы не могли перебить всех. Их было слишком много. Слишком. Он не был похож на других эльфов. В его взгляде не было стыда. Он не страдал от преследований. Не пережил ни одного погрома. Его не сгоняли с родной земли. Эльф пришел из чужого мира. Как захватчик. Я предложил свою душу в обмен на душу Йеннифер. Он согласился без колебаний. Вот таким образом Геральт попал в банду Дикой охоты. Пробал свою душу в обмен на Йеннифер. Йеннифер забрал с собой Лето и вместе со всем гагалом они направились в сторону империи Нильфгарда, где их достаточно быстро захомутали. И Йеннифер оставили как заложенцы при дворе. А Лето и его ведьмакам предложили контракт на убийство северных королей. По поводу потери памяти. Дело в том, что тот человек или эльф, который попадал в дикую охоту, который из нее в конце-то концов сбегал, он терял память. Так же как у Геральта в начале первой игры и в начале второй игры достаточно мало помнил о своей предыдущей жизни. То же самое случилось и с Йеннифер, если вы внимательно отнеслись к разговору о разговоре с Лето, он там это все делал озвучку. Не знаю, как насчет Лето, будет он третьей части или нет. В принципе, у нас игроки кровожадные, скорее всего, его зарубили, хотя, на мой взгляд, не за что было его рубать, потому что дорогу к Геральту практически не переходил. Поступал сообразуясь со своими понятиями. Вот пять раз то, что я прошел игру, три раза я его отпускал. Так что выбирайте. А Йеннифер? Йеннифер, да, она будет, и Геральт, скорее всего, будет ее искать. И не только ее будет искать дикую охоту, потому что игра как-то называется, видимо, актрель дикой охоты. И, по большому счету, этой дикой охоте придется несладко. Так, ну и последний персонаж, которого обсудим, это император Ильфгарда Имгр Ван Эмрейс. Другим данным Вар Эмрейс. Будучи законным наследником императора Ильфгарда. В 13 лет произошел переворот Ильфгардской империи. Его отца убили, а самого заколдовали. Там было очень сильное такое колдунство. Вот, с помощью друзей он смог сбежать в Северное Королевство, а именно в Цинтру. Так как ему один из волшебников подсказал, что нужно делать. Я не буду все перерассказывать, потому что, ну это, блин, читайте цикл книг Пана Сапковского. Это гораздо интереснее, чем мой гнусовой голос. Вот. где он в этой Цинтре-то и встретился в первый раз с Геральтом. Он претендовал на руку и сердце принцессы Паветте, это принцесса Цинтры, которая была природным истоком. Сами помните с первой игры, что такое исток. Это ребенок, обладающий офигенной волшебной магической силой. В конечном итоге не без помощи Геральта он женился на Павете и родилась у них дочка. Дочку звали Цири. Это как раз дитя предназначения Геральта. В ходе кое-каких событий Паветта погибает. Будущий император он тогда назвался Дания, когда он жил в Цинтре. Ну или Ёш его называли. После того как он женился на Павете с него вот это великое колдунство спало и через какое-то время он вернулся в Неллифгард и обратно отвоевал трон своего отца начал править железной рукой. вот. Так, его жена Паветта погибла. Цири как дитя предназначения Геральта Балин, ну там очень много рассказывать. В конечном итоге Цири оказалась еще одним таким офигенным истоком и Имгер начал гоняться за своей дочкой чтобы на ней жениться. Вот такой вот инцест. Вот такая загогулина. Но в конечном итоге получилось так что он отпустил ее и Геральта и Йеннифера. Ну вот ребят читайте потому что это рассказать все невозможно. Это там на 40 минут только одно говорильнее про Императора Неллифгарда. И скорее всего он в третьей части появится. Ну сами понимаете там вот войска Неллифгарда перешли Еругу и и творят просто полный беспредел. Так ладно. Это были размышления на тему о возможных персонажей в третьей игре про Ведьмака. С вами был Гораныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока. Субтитры 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 Субтитры